Шестимесячная девочка умерла от передозировки. Лондонский фельдшер выписал ей неправильное лекарство в большой дозе. Обвиняемая, прибыв в составе бригады скорой медицинской помощи по вызову к больному ребенку, в нарушении клинических рекомендаций прописала в значительной дозировке шестимесячной девочки лекарство, которое не показано при выявленном заболевании и запрещено назначать детям в возрасте до 3 лет. Следователи уже собрали доказательную базу, дело передали в суд. В Мухаршибирском районе задержали читинца с мешком марихуаны. У 35-летнего забайкальца изъяли 10 килограммов запрещенной травы. Мужчина с мешками с коноплей был задержан на территории заказника, егерями, днем 2 сентября и передан полицейским. Возбуждено уголовное дело. Кроме того, читинцу грозит административка за употребление наркотиков. Тарбогатайский рецидивист в очередный раз пойдет под суд. 40-летнего мужчину обвиняют в краже 36 тысяч рублей из раздевалки в СТО. Его уже поймали, он во всем признался. Ранее он был неоднократно судим за имущественные преступления. За 17 лет к уголовной ответственности гражданин привлекался 11 раз. Возбуждено уголовное дело. Влюбился в девушку и потерял 3 миллиона. Улану Денис попался на уловку лже-брокеров. Несколько месяцев 30-летний мужчина переписывался с девушкой в интернете. Похвастался своим богатством, та предложила ему пассивный заработок. Порекомендовала знакомого брокера. Горе инвестор вложился в авантюру и перевел все деньги мошенникам. Итог очевиден. Если вы не являетесь специалистами в сфере трейдинга, торгов на биржах и инвестиционных рынках, то подвергаете себя опасности потерять денежные средства. Если вы желаете инвестировать свои деньги через какую-либо финансовую организацию, проверьте наличие у нее лицензии на указанную деятельность на сайте Центробанка. Продолжение следует...